hello hello my little friends здравствуйте здравствуйте мои маленькие друзья вы на канале английский для начальной школы мы с вами продолжаем учиться читать большое вам спасибо за комментарии вы меня очень этим поддерживаете я рада что у вас у всех есть успехи для учителя это самая большая награда как я вам уже говорила пожалуйста если вы не подписаны на мой канал подписывайтесь поддержите меня пожалуйста лайком и оставьте комментарии под этим видео как у вас что там получается итак ребятки сегодня у нас буква а уже мы уже выучили букву эй во всех четырех типах буковку и во всех четырех типов и сегодня у нас будет буковка ай буква ай в открытом типе слуга первый тип читается как называется в алфавите как ее зовут буква ай так она в открытом типе и будет читаться мы знаем что слова делятся на слоги слог открывает у нас гласная буковка данном случае буковка и открывает и по общему правилу она в конце слова не читается давайте пробуем читать я вам читаю внимательно послушайтесь и спущусь них по лесенке а потом вместе с вами поднимем поднимемся а теперь вместе по лесенке повторяйте за мной repeat with me white белый лёд айс лёд лайк любить нравится лай лежать ай я пай пирог найс хороший милый найн девять файв пять через один помните в сороковом занятии я вам показывала систему как учатся слова чтобы лучше их запомнить вот мы должны с вами еще через один файв пять пай пирог лайя лежать айс лёд айс лёд лай лежать пайя пирог файв пять найн девять найс хороший милый ай я лайк любить нравится white белый лайк лежать обратно лайк лежать white белый лайк любить нравится ай я найс хороший милый найн девять обратите пожалуйста внимание на слово white здесь зачеркнуты буковки которые не читаются слове white буковка h пишется ребятки но она у нас молчит она немая она не читается white всего лишь в этом слове читается только три буковки а пишется целых пять и так сходятся и расходятся слова five пять white белый найн девять айс лёд найс хороший милый лайк любить нравится пайя пирог лайя лежать ай я разбегаются ай я лай лежать пайя пирог лайк любить нравится найс хороший милый айс лёд найн девять white белый файв пять вот вы у меня молодцы сейчас у нас будет проверка домашнего задания я на прошлом занятии задавала выучить новые слова вы конечно же выучили сейчас мы их проверим и так ребятки здесь я выписала слова которые на прошлом занятии вы должны были выучить давайте проверим их и так правило у нас была буква и в четвертом типе слога это открытый переда сочетание трех буковок и а и здесь у нас было одно опорное слово здесь сюда которые вы должны были запомнить и как читаются эти три буковки вспоминайте если вы уже написали готовы я уже пишу ответы так буковка и в открытом переда читается как и и одно у нас было опорное слово это слово х здесь сюда вот эти три буковки читаются как и и были конечно же новые слова слова по закрытому типу по второму их тоже нужно было выучить это фея если вы уже написали я вам пишу слово элф элф друг тоже очень важные слова мой друг my friend my friends мои друзья my little friends мои маленькие друзья вас так всегда приветствую вспомнили да как пишется хорошо пишу ответ здесь у нас буковка а ай 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 у нас пишется но не читается что это только вот эта буковка френд питомец вспоминайте совершенно верно это пэт пэт питомец помогать help me help me помоги мне help, помогать, давай, это конечно же let, let's go, пойдем, let, давай, да, конечно же вы запомнили самое маленькое слово, yes, yes, да, и погода, погода же будет конечно weather, the weather is fine today, на сегодня хорошая погода, weather, погода, если у вас все так же получилось правильно, так же как у меня, отмечаем, помним, да, ставим плюсики, все мы с вами правильно сделали, если какие-то недочеты, какие-то что-то неправильные, пожалуйста, да, учите, ребятки, все мы с вами огромные молодцы, идем дальше, итак, ребятки, тренажерчик, буква I в открытом тебе слога читается как I, я вам читаю слова, вы внимательно их слушайте, а потом обратно поднимайте, останавливайте видео и поднимайтесь обратно вверх по лесенке самостоятельно, bike, bike, like, Mike, kite, ride, white, fine, nine, ride, drive, five, ice, I, high, еще раз я вам прочитаю и переведу, hi, привет, hi, I, я, I, ice, лед, нам уже в карточке попадалось, ice, ice, five, 5, тоже было у нас в карточке, drive, drive, drive и ка, водить машину, именно вот водить машину, drive, ride, ride a horse, кататься на лошади, ride a bike, кататься на велосипеде, ride, nine, nine, fine, хорошо, white, белый, обратите внимание, H не читается, буковка I, буковка I на конце не читается, ride, ride это писать, ребятки, W в начале слова не читается, только пишем, читаем со второй буковки, ride, kite, kite, kite это воздушный змей, kite, Mike, Mike это мужское имя, like, любить нравится, like и bike, велосипед, bike, ребятки, а теперь остановите видео и прочитайте самостоятельно и вперед и в обратном направлении, поднимитесь самостоятельно вверх по лесу, и так ребятки, сегодня мы с вами будем, конечно же, как же без практики, сегодня мы попрактикуемся, будем с вами читать, наш сегодняшний рассказ будет о Джоне, Джоан, я два раза читаю, вы два раза внимательно, пожалуйста, слушайте, обращайте внимание на все эти, и потом останавливайте видео и читайте самостоятельно. Ну, конечно же, мы вместе с вами переведем, чтобы понимать, о чем идет речь в этом рассказе. Я вам еще раз читаю. Внимательно слушайте. Давайте обратим внимание с вами, что в слове John a-h не читается. Она у нас молчит. Не читаем. Так, что у нас? Canada. Не канада, а Canada произношение. В слове seven, ребятки, обратите внимание, буковка I молчит, не читается. Две буковки O дают один звук U. Good. School boy. Значит, в слове school. Буковка C здесь как K будет читаться, H не читается. И две O как U. School. Так, ну здесь вроде бы у нас все понятно. Ну и, конечно же, three не забудьте. Язычок остренький между зубками. Давайте, помогайте мне переводить, да? Его зовут Джон. Его имя Джон, но мы так не говорим. Его зовут Джон. Джон не из России. Конечно же, догадались, не из России. He isn't from America. Он не из Америки. Джон is from Canada. Джон из Канады. Джону, как вы догадались, семь. И он хороший ученик, школьник. School boy. У Джона есть питомец. Has got у нас переводится как иметь. Ну мы же не говорим, Джон имеет питомца. Нет. Джон, у Джона есть питомец. Это кролик. It is a rabbit. His rabbit is three. Его питомцу три. Его зовут Боб. А теперь, ребятки, у нас есть еще вопросики к тексту. Давайте попробуем ответить на эти вопросики. What is his name? Как его зовут? Герои нашего рассказа. И мы с вами вместе ответим, что его зовут как правильно. Джон. Where is John from? Откуда Джон? Where is John from? Конечно же, John is from Canada. Джон из Канады. Можно просто одним словом ответить. Canada. У вас и в школе такие задания были. How old is John? Сколько лет Джону? How old? Слышите, если how old, да? Это значит, сколько лет. Кому? Джону. How old is John? Конечно же, seven. John is seven. Или просто можно ответить seven. What pet has he got? Как у него есть домашнее животное? It is a rabbit, да? Кролик. It is a rabbit. И последнее. How old is Bob? Сколько лет Бобу? Боб мы знаем домашнего питомец. И, конечно же, ему три. Ему три. Итак, ребятки, сейчас мы с вами прочитаем еще один небольшой стишок. Итак, ребятки. Listen, read a poem and learn it. Послушайте, прочитайте и запомните стихотворение. My cat. Мой кот. I've got a pet. It is a cat. Her name is Nat. I love my cat. Nat loves me too. My cat is Nat. I've got a pet. It is a cat. Her name is Nat. I love my cat. Nat loves me too. My cat is Nat. Остановите видео, прочитайте самостоятельно. Ну, давайте вместе переведем мой кот. У меня есть питомец. Это кот. Его зовут... Вернее, это кошка. Ее зовут Nat. Я люблю мою кошку. Nat любит меня тоже. Когда мы видим то, переводим как тоже в конце предложения. Моя кошка – Nat. И запомните, если вам понравился этот стишок, запомните его. Ребятки, наш урок подошел к концу. And now the lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания. Если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, меня классом. See you. Увидимся.